приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзигет и сегодня давайте вспомним святителя тихона задонского он почитается как кстати как чудотворец среди новых чудотворцев причем если вот мы житие его посмотрим жизнь то на самом деле он провел очень такую скорбную и во многих случаях такая вот была безрадостная жизнь и поначалу даже непонятно а в чем там чудеса потому что мы не видим таких как бы ну ярко величественных вот событий из его жизни а вот именно через его смирение и проявилась благодать божия но давайте вспомним что это конечно же 18 век год его рождения 1724 это новгородские края но он был из семьи простого дичка а дичок это кто это не диакон это вообще не священнослужитель а тот кто помогает при богослужении а тот кто читает во время церковной службы может быть как в чем тут помогает во время треб священнику и тут какая ситуация понимаете вот в россии была строгая сословная такая вот зависимость то есть в каком сослове ты родился то вот на это место ты и можешь так сказать вот рассчитывать и поэтому если отец твой прислужник при храме они священнослужитель то значит и сам ты можешь рассчитывать только на место прислужника но никак не на священнослужителя да если вот твой отец освященник то сын может стать священником если отец дьякон сын может стать дьяконом ну а тут если вот получается такой просто дичок прислужник то и на что тебе вообще рассчитывать а оплата труда была очень невысокая а в семье шесть детей то есть вера сыновей две дочери и получилось так что сам отец имя его савелий он умирает достаточно быстро когда вот святитель тихон тогда в рождении еще имя его было тимофей он младший кстати он еще в младенец и вот когда он возрастал он даже не запомнил своего отца вот настолько вот и рано умирает отец а разве не может одна мать вытянуть всю семью не получается поэтому крайняя скудость вот крайняя нужда нищета вот сельская жизнь до старший из братьев он сам занимает от места дичка вместо отца прислушивают при храме пытается помочь но средств не хватает и вот с ранних лет когда даже вот ему там 5 6 7 лет святитель тихон тимофей тогда еще кстати фамилия была кириллов на тот момент вот и он пытался уже трудиться тоже он часто нанимался к другим крестьянам к соседям для того чтобы возделать их огородом копать вскапывать землю что-то помогать в сборе урожая и ему давали кусок хлеба вечером вот этим он довольствовался и а это еще какая эпоха что вот анна иоанновна императрица она издала такой указ что если из духовного сословия но в целом все равно и не только священники но и церковные служители они примыкали к духовному сословию и вот если дети не получают образование то отправлять их на военную службу а воевали постоянно да и вообще мог пойти совершенно по другому пути его пойти его жизнь и чтобы там случилось до непонятно и вот получается так что некая вот угроза что его просто вообще вычеркнут из духовного сословия младшего сына и тогда пытается когда вот ему уже около 14 лет но надо сказать что это чуть позже но надо было поступать пораньше лет в 12 но так как не было возможности вот мама везет его в новгородское училище чтобы он поступил а туда столько претендентов что поступить в принципе невозможно и тогда она готова уже отдать его просто вот государственным властям гражданским чтобы с ним что-то сделали и они хотят его вычеркнуть из духовного сословия а он как быть и тут помогает как раз вот старший брат который говорит что нет вот давай все таки мы выучим его и сохраним его и он оплачивает ему обучение то есть его помещают в духовное училище но на платной основе старший брат вот кстати чуть погодя тоже один из старших братьев его выручает почему потому что из семьи тихона тимофея тогда хотел забрать знакомый ямщик он говорит что вот у вас семья нуждается а мне этот мальчику тон очень нравится давайте я воспитаю потому что я сам бездетный и оставлю ему все свое наследство ну и мама уже даже согласилась кормить то нечем вот она повела его но догоняет ее старший брат вот падает на колени говорит что не надо потому что если он пойдет к ямщику то ямщиком и станет а все таки может быть он удастся сохранить его для церкви и вот тоже вот благодаря настоянию старших братьев удалось вот сохранить в духовном сословии будущего святителя и вот он уже в училище обучается и тут в нем открывается как раз вот это стремление к наукам к духовному просвещению он очень любит читать и впоследствии вот он это видно даже по его сочинениям что он очень полюбил святого иоанна золотоуста он усвоил дух святителя иоанна золотоуста и даже стиль речи святого иоанна золотоуста это проглядывает в творениях самого святителя и поэтому очень важно читать его наставление и вот тут как бы есть даже такая ниточка что святитель тихон задонский он вот опирался на святого иоанна золотоуста И поэтому, восприняв суть его учения, передает это в своих творениях, а впоследствии святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник, они во многом опираются именно на святителя Тихона Задонского, то есть некая такая цепочка преемства святых отцов. И уже мы в наше время опираемся на святителя Игнатия, святителя Феофана Затворника, конечно, не забываем святителя Тихона и Иоанна Златоуста, которого святой Тихон горячо любил. И вот проходит два года обучения его в училище, и тут открывает в Новгороде семинарию. И так как Тихон, он был очень способным мальчиком, то его наконец-то решили принять на казенный счет. И что же оказывается, в чем здесь были преимущества? То, что ему теперь давали бесплатно кусок хлеба и кипяток. Вот каждый день выдавали хлеб и горячий кипяток. Вот и все, что, так сказать, на казенный счет, что это и означало, учеба на казенный счет. А он как? Вот он говорит, сам вспоминает, что половину хлеба я оставлял себе, а половину продавал, чтобы приобрести свечу. А свеча зачем нужна? Ну, мы тут же думаем, что как бы идти в храм, поставить, помолиться. Он и так молился все время, а свеча была нужна для освещения, для того, чтобы читать в темное время суток. Никакого электричества, как вы сами понимаете, тогда не было. И вот он приобретал вот на половину хлеба эту свечу, садился у печки, читал книгу и усваивал как раз вот дух святых отцов. И вообще вот науку того времени усваивал, и в этом он очень преуспел. Надо сказать, что он один из самых таких вот лучших духовных писателей русской православной церкви за всю ее тысячелетнюю историю. Один из лучших. Он отец нашей вот православной церкви. В русской патрологии он непременно значится как одной из самых выдающихся светил. Поэтому обязательно надо брать в руки его сочинения. И вот он читал, а другие над ним посмеивались. И, кстати, когда только-только его приняли в семинаре, то мама его умирает. Вот та самая горячо любившая его мама, которая не знала, как помочь своему сыну. И он остается круглой сирота. И из-за таких вот бедственных условий жизни, конечно, у него где-то появлялась тоска, склонность к печали, к унынию. И он старался, конечно, преодолевать это. А другие дети над ним посмеивались, подростки. И там даже так вот приводится, что они-то были в основном из богатых семей, ну, по крайней мере, состоятельных. И когда они посмеивались над ним, то иногда они брали старые лапти, махали как бы кадилом, как бы некая пародия на то, как вот кадилы во время богослужения машут. И они ему вот махали этим лаптем и говорили, величаем тебя святителю. И вот так вот, сами того не зная, в каком-то смысле они предсказали, что действительно он станет святителем и будут его величать. И на богослужении мы поем ему величание, как святителю церкви русской, которая на небесах молится за нас. А тогда они просто посмеивались. И, кстати, пройдет вот сколько-то времени, когда его воепископы руку положат, то некоторые из этих товарищей будут действительно кадилом уже махать с благовонным фимиамом. И он им вспомнит, говорит, что помните, вы как лаптем махали в наши школьные годы. Они тогда говорят ему, ну, прости нас, владыка святый. Вот они брали уже у него благословение, они испугались. А он им говорит, да вы что, ну, я же шутя с вами сейчас говорю. То есть у него сохранялась такая удивительная доброта, искренность, открытость. Поэтому мы как раз и любим святителя Тихона Задонского за то, что у него такое безлобие, кротость, смирение. И вот он учится. И тут еще опять-таки невероятно он учился в семинаре 14 лет. Поздновато уже поступил 16 лет и до 30 лет. Это очень огромный срок. А почему так? Потому что семинария была вот только-только основана, не хватало педагогов. И обучение растягивалось. Какие-то педагоги приезжали только через год. Вместо года учились там два, потом еще там. И, в общем, на целых 14 лет растянулась вот эта учеба в семинарии. Так что быть выпускником семинарии в 30 лет для той эпохи – это просто запредельно что-то. И казалось, что куда ему идти, куда ему там стремиться. Сирота, безрадостное детство, учеба до 30 лет. Куда его теперь вообще взять? Так нет, вот Господь, Он устраивает совершенно иначе своим промыслом. И Его оставляют преподавателем при той же новгородской семинарии за Его успехи. Он преподает риторику. То есть, Он прекрасно овладел речью. Он умел красиво и мудро говорить. Он умел толковать священное писание. Ему также поручают преподавать некоторые языки, в частности, греческий язык. Потом ему через какое-то время дали преподавать философию. То есть, у него были огромные умственные способности. И вот, став преподавателем, уже зарплату получает наконец-то. И что? Он не тратит ее на себя. Он старается помогать своим родным и приглашает в Новгород старшую сестру, которая стала вдовой. А вдова вот тоже очень тяжело было где-то устроиться. И даже если работала, то столько не платили, и этого было недостаточно. А нужно содержать семью. И вот он свою зарплату в том числе тратит на вот эту вот сестру-вдову, которая специально приглашена им в Новгород, помогает. А сам он отказывается от... Ему предлагали стать священником. Для этого надо было жениться. А он не хочет. Он хочет всецело посвятить себя Господу. И вот он впоследствии рассказывал, как были такие тоже промыслительные вещи, как, ну, допустим, однажды он поднялся на колокольню и на перила облокотился, а перила обвалились, были старые. Но какая-то сила отбросила его к колоколам. То есть он мог просто упасть и разбиться. Ну, как будто ангел-хранитель его спас. Были там еще некоторые такие вот случаи. Но еще что вот он помнил всю жизнь, что вот он очень много занимался, он очень много читал, а также вот молился, конечно. И однажды уже в ночь, чтобы просто вот отдохнуть немножко, он вышел на крылечко, посмотрел на небо. И вот это было дано единственный раз в жизни, что вдруг он увидел, как открылись небеса и неизреченное сияние свет Царства Божия. И душа наполнилась такой удивительной радостью, что это сохранилось на протяжении всей жизни. И тут же родилось желание вот такой уединенной монашеской жизни. Вот всецело посвятить себя монашеству, уединению, чтобы в молитве к Господу стремиться и приобщиться вот этому неизреченному небесному свету. Причем видение было очень кратковременно, как он говорит, что, ну, немножко он по-славянски, там вот у него еще это 18 век, что и пайки небеса стали в прежнем своем натуральном виде. Вот так он говорит, что опять небеса приняли свой прежний вид, то есть такое ночное звездное небо, а на душе у него сохранилась благодатная радость, и вот он желает принять монашество, и его постригают с именем Тихон. После семинария у него же фамилия, кстати, Соколов, была такая традиция, что обучающие в семинарии им давали фамилии уже в духовной школе, то есть как некая привилегия такая была, потому что не все получали вообще фамилии. И, ну, вот считалось так, что фамилии, которые именно в семинарии получены, это как некое благословение. И вот он принимает монашеский постриг, и тут вот, казалось бы, действительно все полностью меняется. Вдруг невероятный такой карьерный взлет, его достаточно быстро там начинают, и рукополагают, да, потом его приглашают в Тверь и архимандритом Тверского отроча монастыря. Вот, кстати, очень интересная история этого отроча монастыря, и почему именно отроч от отрока, да, вот если будет возможность, обязательно прочитайте. И вот там он становится архимандритом, то есть настоятелем, и его делают ректором Тверской духовной семинарии. И святитель Тихон становится ректором Тверской семинарии, то есть необыкновенный такой вот карьерный взлет, вот так вот несколько лет, и тут в Новгороде решают избрать какого-то епископа, ну, что значит какого-то, то есть там был епископ, но нужен помощник, то есть векарный епископ, который будет помогать вот старейшему епископу и вот в административных делах, там в разных вопросах быть помощником, и избирают семь кандидатов, пишут, избирали кто? Там был такой вот известный проповедник, миссионер, архиепископ Дмитрий Сеченов на тот момент, архиепископ Новгородский, выдающийся церковный деятель, потом еще с ним вместе смоленский епископ, вот они написали семь имен, а вот тот смоленский епископ говорит, ну давайте вот мы еще, может быть, и отца Тихона, который ректор Тверской семинарии, а архиепископ Дмитрий говорит, ну, он еще молод, там ему около 37 лет, ну, понятно, что в плане церковной карьеры это считается еще рано, может быть, даже для епископства, что его время еще не ушло, и сам архиепископ Дмитрий хотел его сделать наместником Троицы Сергиевой Лавры, святителя Тихона Задонского, а однако тот говорит, ну, вот у нас же есть как бы семь кандидатов, и мы же будем бросать жребие, вот еще такая особенность, они решили выбрать векарного епископа по жребию, ну вот давайте мы уж еще, может быть, как восьмого впишем, ну, чего тут, все равно жребие вряд ли выпадет святителю Тихону, поэтому вписали его как восьмое имя, и положили, чтобы на следующий день, а следующий день это был, кстати, день Пасхи, когда нужно было избирать вот этого епископа, и вот на пасхальной литургии в Твери, не там, не в Новгороде, а в Твери, отец Тихон, святой Тихон, он участвует в богослужении со своим тверским архиепископом, и во время Великого Входа подходит к жертвеннику, когда каждый вот подходит и просит помянуть его, а владыка вынимает частицы, стоя у жертвенника, и вдруг вот этот архиерей, обращаясь к отцу Тихону, а тот ведь архимандрит, говорит, «Епископство Твое да поминет Господь Бог во царстве Своем». А потом вдруг он понял, что он не то произнес, говорит, «Дай Господь вам быть епископом». Вот именно в этот день, когда невольно и не сознавая того, служащий владыка назвал святого Тихона епископом, именно в этот день бросался жребий по восьми именам, причем бросался трижды, и трижды выпало имя Тихона Задонского. Вот так он был избран епископом, становится векарным епископом в Новгороде, а потом сама Екатерина Вторая обратила на него внимание, как на просвещенного, и сама же решила единоличным своим решением продвинуть, скажем так, его как воронежского предстоятеля, то есть на воронежскую кафедру. И в этом, в общем-то, ничего зазорного нет, потому что промысл Божий, он проявляет себя через разные пути. А вообще-то вот императоры в то время, они имели, конечно, большое влияние на церковь, но по-разному жили сами эти императоры, но некоторых решений, они были, конечно же, на благо церкви. И вот святой Тихон приезжает в город Воронеж, а в Воронеже люди были самые разные, конечно, и хорошие, и плохие, и свободолюбивые, и те, наоборот, которые склонялись к каким-то раскольническим движениям, старобрячеству. И вот святому Тихону ему приходилось стараться просвещать всех их. И прежде всего он обучает духовенство. Он настаивает на том, чтобы каждый священник и каждый монах, кстати, имел на руках постоянно священное писание Нового Завета, чтобы читал, поучался в Божественном Писании и вот этому учению приобщал всех остальных людей, которые рядом находятся. Святитель Тихон пытается основывать школы. Надо сказать, что это не сразу получилось. И по местам, где он основывал школы, они не давали ожидаемых результатов. Потом пришлось ему основывать два училища, потом даже семинарию, и вот тогда уже пошло какое-то просвещение. И он видел, что люди, ну, одни там заимствуют что-то с запада, французские какие-то обычаи, там, речи французские, да, это высокопоставлено. А другие живут в полуязыческом каком-то стиле. И вот, к сожалению, простой народ очень легко скатывался к таким суеверным обычаям и праздновали, например, каждый год такое празднество языческое в честь Ерилы, бога плодородия. Причем праздник совпадал примерно вот с днями Святой Троицы. И устраивали балаган, пьянки, много, конечно, пили, потом дрались после этого. И один там, ну, как бы скоморох, не скоморох, молодой человек, он наряжался в виде вот этого Ерилы, всех веселил. И люди в этих гуляниях дохотели до самых таких вот непотребных бесчинств. И вот когда этот праздник наступил, то святитель Тихон, он сам лично пошел на это шумное, страстное гуляние, и вдруг, неожиданно для всех, он произносит бесстрашную речь и говорит, что это отпадение от Бога, потому что вы же впадаете в явное язычество, а язычество – это общение с бесами, то есть вы душу свою продаете дьяволу, забыв о обетах крещения. И его речь настолько была сильной и красноречивой, что люди, которые вот рядом находились, они тут же разбросали все эти вот балаганы, в щепки все переломали языческой и разошлись. Кстати, после этого ни разу больше в Воронеже не совершался праздник в честь вот этого Бога Ярилы, ну, не Бога, а некий языческий персонаж Ярила. Потом святитель Тихон в воскресный день проповедь произнес и в этом отношении, и весь храм он в спокаянии плакал, и многие приходили к нему, каялись в этом. И вот святитель Тихон, он старается поднять духовный уровень людей. Кроме того, каждый праздник он рассылает пожертвования в больнице, в богодельни, в тюрьмы, и он сам, часто переодевшись в простую монашескую одежду, он ездил по тюрьмам, по больницам и беседовал с несчастными людьми, стараясь так, чтобы его никто не узнал. Конечно, не всегда его вот общение складывалось вот настолько вот гладко, вот как-то он поехал отпевать и хоронить одного знакомого помещика, а в то время была такая вот повинность у некоторых сел, то, что там должны были менять лошадей. То есть, вот если кто-то едет, они могли там поменять лошадей и дальше вот ехать на свежих лошадях, а тут ему вдруг не дают, говорят ему, ты нам не губернатор, чтобы тебе мы лошадей давали. Он говорит, но ведь надо же в этой пастыре чтить, ты пастырь над попами и дичками, говорят они грубо. Он им отвечает, побойтесь Бога, зачем вы мучаете меня? Ну, с большим трудом они ему дали этих лошадей, и вот потом прошло много лет, когда он уже жил в Задонском монастыре, то вот эти грубые крестьяне нашли его и спрашивали прощения, говорят, что вот ты нас проклял, и после этого у нас все хорошие лошади стали падать, умирать. Он им говорит, что я же вас вовсе не проклинал и зла совершенно не держу, это вот Господь просто вас вразумляет, что когда мы со злобой относимся к нашим ближним, то мы тем самым портим свою собственную жизнь. Прежде всего мы злобой искажаем свое сердце, свою душу, свои мысли превращаем в какой-то ад. А если у тебя внутри все испорчено, то и вся твоя жизнь вовне, оно тоже будет повреждаться, искажаться. Если хочешь, чтобы благословение Божие тебе сопутствовало, то живи достойно Божьего благословения, живи так, чтобы в душе твоей ничего не возмущалось против Божьего добра. И вот святитель Тихон, он очень много проповедовал, и очень рекомендую прочитать, например, его сочинение, или даже прослушать в аудиоформате об оскорблениях, об оскорбляющем и оскорбленном. И он говорит, что если ты оскорбляешь кого-то из людей, то ты неизбежно впадаешь в оскорбление Бога, потому что у тебя уже появляется некий навык оскорблять других, злословить, лукавый подал относиться, и невольно это же отношение, оно будет обращаться и к Богу у тебя. Поэтому, если вот ты не хочешь оскорбить Бога, то не оскорбляй и ближнего. Если ты хочешь быть вместе с Господом, то старайся не враждовать с другими людьми. А вот когда напротив тебя кто-то оскорбил, то старайся простить, потому что через это ты прежде всего самому себе и спрашиваешь от Бога прощения. Ну вот у святителя Тихона очень мудрые глубокие размышления, рекомендую их почитать. И вот он проводит свою жизнь в таких напряженных трудах. Он молится в ночь, рано утром подымается, занимается епархиальными делами вплоть до обеда, после обеда небольшой отдых, потом он работает над сочинениями. Вот рекомендую, кстати, его такие сочинения, как об истинном христианстве. Вот если хотите знать, в чем заключается истинное христианство, читайте святителя Тихона Задонского. Или у него еще есть такое сочинение «Сокровище духовное от мира собираемое», то есть наблюдая картину богозданной природы, восходить умом к познанию Творца и много других полезных поучений. И вот он пишет эти сочинения. Под вечер он в качестве отдыха он читает святых отцов и в ночь он опять молится и при этом его жизнь была настолько напряженной и тяжелой, что вот он провел на Воронежской кафедре всего лишь 4 года и 7 месяцев, но здоровье его подорвалось полностью. И тут что вот надо сказать и я не буду скрывать этого, что вероятно у него произошло такое расстройство, ну как бы сейчас сказали, вот как нервно-психическое расстройство, потому что депрессивная форма расстройства, она тоже к этому относится, это не какая-то там греховная страсть, это именно физиологический сбой, как вот неврастении, когда утрата полной сил, и святитель Тихон, он заметил, что с ним стали происходить какие-то вот нервные судороги, тяжесть и боль в голове, и такая утрата сил, что он даже не мог служить литургию, при этом на него находило какое-то чувство безотчетной тоски, уже невозможно было с кем-то общаться, и подрыв здоровья обернулся тем, что он уже не мог полноценно совершать вот епископские какие-то дела, и он пишет тогда прошение на сложение себя вот этого полномочия, то есть выйти за штат, чтобы на покое поправить свое здоровье, но в священном синоде сказали, чтобы он просто обратился к врачам и продолжал свои обязанности, и тогда он уже напрямую пишет прошение к императрице, которая подписывает указ, но если вначале он думал как раз переехать в Троицу Сергиеву Лавру, то во второй раз, когда уже к императрице, то он просил просто, чтобы разрешили хотя бы в каком-то монастыре Воронежской епархии остаться, и ему это было разрешено, дозволено, и вначале он выбрал один монастырь, но там не подходил климат, и тогда он поселяется уже в Задонском монастыре, и в Задонском монастыре он провел около 14 или чуть более лет постоянной молитве, он не часто служил литургией, потому что состояние здоровья не позволяло, но вот молиться, он молился в храме каждый день, каждый день он бывал при богослужении, он совершал свое келейное правило, и а как же вот тот диагноз, про который мы сказали, так вот, слава Богу, слава Богу, что и святые тоже через это прошли, если бы святые не имели вот наших болезней, которые мы на земле терпим, то как же тогда святые нас будут понимать, а вот когда кто-то из святых понес на себе вот наши недуги, то значит есть тот, который смог правильно это принять, как крест Христов, который вышел духовным победителем из-за этой ситуации, и поэтому он становится таким вот духовным покровителем тех, кто страдает этой болезнью, вот кстати святителю Тихону молятся те, кто страждут какими-то депрессиями, да, или страстью уныния, печалью, тоской, и вот он вышел духовным победителем из-за этой болезни, он даже разработал определенную такую вот духовную методику, что вот ты непременно молись, потому что когда уныния печаль кажется, что все, как бы свет выключен, и никто тебя в небесах не слышит, это не так, то есть зная, что Господь находится рядом, непременно молись, а вот когда ум устал молиться, тут же переключайся на какой-то физический труд, и сам святитель Тихон, он старался даже именно на природе трудиться, он обустроил источник, омывался водой из этого источника, он рубил дрова, он участвовал в трудах на огороде монастырском, когда устал здесь, то тогда иди на прогулку, тоже лучше среди природы, потом вот погулял, ты читай книги, когда опять находит какая-то тоска, то ищи общение с теми людьми, которые оживляют твою душу, и вот у святителя Тихона, у него сложился такой вот круг знакомых, общение с которыми тоже поддерживал его в часы печали, но в итоге вот он, приняв этот крест от Бога, он выходит, повторим, духовным победителем, и поэтому он может быть покровителем нас, если мы сами впадаем в какое-то депрессивное состояние, и вот конечно в монастыре тоже его поначалу не особенно это понимали, он был человеком просвещенным, начитанным, то, что его потом будут читать вся Россия православная, этого никто не догадывался, в основном люди были более такого грубого характера, иногда, когда он проходил, то смеялись над ним, а он говорил так, что прощение выше мщения, прощение лучше, чем мщение, поэтому слава Богу за все, и если надо мной смеются, если меня кто-то ругает, то значит я достоин этого по грехам моим, и вот смирение святителя Тихона поражало его келейников, которые постоянно при нем находились, и даже сам святитель Тихон, если он видел, что он чем-то оскорбил келейника, то он тут же клал земной поклон и говорил прости меня, и вот сохранился еще такой случай, как однажды святитель Тихон разговаривал с мирским человеком какого-то высокого звания, и тот-то был увлечен какой-то европейской культурой, свободомыслием, и все тому подобное, и вот а святитель Тихон, он же в каком-то смысле преемник святого Митрофана Воронежского, то есть это такой твердый традиционализм православный, хранить не только веру, но и обычаи православные, и вот этот мирской человек высокопоставленный, он настолько рассердился, что ударил по щеке святителя Тихона, а тот вдруг кротко отвечает простите меня пожалуйста, что я ввел вас в такое искушение, то есть получается, что святитель Тихон самого себя винил, что он довел своего собеседника до такого состояния гнева, и вот эта его кротость, она так подействовала на его обидчика, что он сам в слезах и спросил у него прощения, и как будто бес уже отступил от него, и дальше он жил совершенно иначе, то есть у него самого пробуждается кротость измерения, вот что такое высота духовного подвига, к святителю часто подходили дети вот в монастыре, и вообще, поскольку он постоянно молился, то люди начинали уже чувствовать и видеть, что молитвы его исполняются, что то, о чем попросит он, находясь, вот он в монастыре, к нему приходит, просит, и все это исполняется, то есть Господь слышит его молитвы, поэтому к нему шли, и вот много детей приходило тоже, и он старался их учить, просвещать, но бывали такие тоже немножко курьезные случаи, ведь он не просто наставлял, он раздавал еще и деньги, когда вот он, допустим, проведет беседу с детьми, каждому по копейке, а в 18 веке копейка, это не то, что сейчас, это намного больше было, и потом получалось так, что вот он их и в храм приходил, побеседует, потом раздаст по копейке уходит, и вот они тоже приходят, посмотрят, есть он или нет, зайдут в храм, видят его нет, и выходят из храма, то есть как бы не остаются на богослужении, и вот Келеник ему сообщает, что вот приходили дети поискали, не нашли, ну и ушли из храма, а он их нисколько не осуждает, кстати, вот святитель Тихон говорил, ну они ведь приходят, потому что им действительно не хватает хлеба, поэтому нужно их непременно поддерживать, и то есть он не видел какого-то повода, чтобы осудить другого человека, а обязательно его сердце склонялось к милосердию, даже если другие люди, они не тянули вот высоты духовного подвига, вот у него были тоже друзья, один там купец, по-моему, помещик Казьма Григорьевич, кажется, так его звали, и схемонах Митрофан, и вот как-то вот этот помещик, он приезжает, или купец, вот в общем, ну тоже высокий человек, побеседовал с владыкой Тихоном, а потом он куда-то ушел, а святитель заходит в келью к этому схемонаху Митрофана и видит, что он как раз вот с этим купцом, они вечернюю трапезу вкушают, а это был Великий пост и пятница перед входом Господнем в Иерусалим, и пост одержали строго, а тут вдруг там оказывается уха из рыбы и заливное тоже из рыбы, то есть получается, что некое такое нарушение строгости поста, и они тут же смутились, не знали, что сказать, и им стыдно, а он говорит, чего вы смущаетесь, ведь любовь выше поста, и чтобы их никак не огорчать, он сел рядом с ними и тоже немножко покушал этой ухи, то есть он старался всегда вот человека вдохновлять к жизни, не упрекать его, не осуждать, а давать что-то такое, чтобы человек смог духовно приободриться и, ну, в общем, чтобы никого не осуждать. При этом не надо думать, что святитель Тихон, он тоже во всем был вот так вот идеален, и он как сам описывал это и говорил, впоследствии рассказывал, что ему пришлось выдержать огромную такую брань именно вот внутри монастыря, потому что и вот это вот уныние к нему подкрадывалось, да, и тут вдруг оказывалось, что иногда и плотские страсти его беспокоили, и он настолько, бывало, вот молился, что иногда просто вот крестообразно падал пред иконами и от сердца взывал «Господи, спаси меня!» И бывало так, что и помыслы высокоумия, высокомерия к нему подступали, и вот он рассказывает, что однажды он, сидя на крыльце, вдруг был захвачен некими помыслами самомнения, а там был такой юродивый человек, сохранилась фамилия Каменев, и вот он к нему подбегает, этот юродивый, по щеке ударил святитель и в ухо шепнул невысокоумие и в простоте убежал. И святитель настолько удивился, и действительно с этой пощечины у него совершенно прошло самомнение, и он в знак благодарности каждый день тоже выделял некое пожертвование этому юродивому, потому что тот не имел своего, своей какой-то там заработной платы где-то, и жил только вот на подаянии. И святитель Тихон в знак благодарности ежедневно ему выделял вот такую вот милостыню, то есть вот он реальный путь восхождения человека к святости, в данном случае святителя Тихона, и Господь, бывало его действительно тоже вот утешалка, однажды он увидел самого Христа Спасителя, страждущего, который идет как бы вот с головы, весь покрытый ранами, и Спаситель благословил его, и вот святитель Тихон был всегда благодарен, что Господь сподобил его такого видения, и бывали еще разные такие вот благодатные утешения, а за три года до смерти он уходит в полный затвор, а затвору предшествовало такое видение, что святитель увидел светлый чертог, который манил к себе, то есть удивительный свет, сияние, но святитель не мог туда войти, и ему было сказано не сейчас, а только через три года, и он понял, что именно через три года ему предстоит переход в иной мир, и вот поэтому-то он и затворился, и уже только самых близких допускал к себе, он изготовил, попросил изготовить гроб, и этот гроб хранил в чулане, в своей келье, часто туда приходил, и со слезами молился, готовясь к переходу вечность, вот это была, конечно, самая сильная уже у него молитва, потом за год и три месяца до смерти он тоже был одно видение, видит, как священник в храме из царских врат выносит на блюде прекрасного младенца, и святитель поцеловал его в правую щеку, а тот ударил его в левую щеку, и тогда он почувствовал, как у него левая щека онемела, левая нога тоже онемела, а левая рука стала трястись, то есть, видимо, это если современную медицину брать, то есть, проявление такой инсульта было, как бы поражение левой стороны, но он воспринял это именно как благословение Божие, как тоже призыв некий усилить молитвы, потому что начинает человек расставаться уже с телесным естеством, и поэтому все внимание только душе, и он с радостью совершал молитвы, и уже перед самой смертью незадолго тоже было одно видение, которое он рассказал вот тому своему знакомому Мирянину Казьме, да, и а он что увидел, что вот лестница высокая, крутая, до небес, и голос призывает его взойти по этой лестнице, и он хочет и боится, но начинает, и вот люди вокруг лестницы оказываются, и они как бы подталкивают святителя вверх, и все выше, выше, и вплоть до самых небес, и вот он передал этот сон своему другу Казьме, и тот объясняет ему, что ведь это же лестница в Царство Божие, а люди, которые тебя подталкивают, это те, которые пользовались твоими духовными наставлениями, и поэтому они будут от тебя молиться, чтобы твое восхождение к Царству Небесному было беспрепятственным, вот так сам святитель Тихон, он нуждался в молитвах людей, а когда он уже перешел в иной мир, кстати, ему было предсказано, что это будет воскресный день, и так и случилось, это случилось воскресный день 13 августа 1783 года, 13 августа по Ильянскому календарю, он по свидетельству келеников, он умер тихо, как бы заснул, и вот во сне в таком душа его, как бы некое успение тоже, душа переходит в иной мир, потом обрели его мощи нетленные, и множество чудес происходило, и происходит, и вплоть по наши дни, поэтому, братья и сестры, вот мы имеем действительно такого нового чудотворца, который прошел удивительный путь борьбы со страстями и победы, вот если вы унываете, испытываете тоску, какую-то печаль такую безотчетную, то не стоит впадать в отчаяние, потому что у нас есть святитель Тихон Задонский, который все это прекрасно понимал, и невзирая на вот эти скорби и невзгоды даже такого физиологического плана, он все равно был верен Богу и Божья благодать осветила его, то есть вот эти болезни, тоже как некий крест, если ты всецело доверяешься Господу, то Господь проведет тебя вплоть до самого Царства Небесного. По молитвам святителя Тихона Задонского Господь да благословит, укрепит и да исцелит всех нас и поможет нам терпеливо нести свой жизненный крест, чтобы и нам сподобиться вечного Божьего Царства. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok